Сегодня 15 апреля. Ровно 100 лет назад, 15 апреля 1921 года, в Самару из Харбины прибыл железнодорожный состав из 30 вагонов с грузами для голодающих, продовольствием, медикаментами, одеждой и обувью. Голод в Поволжье свирепствовал в начале 20-х годов минувшего столетия. 60 лет назад, 15 апреля 1961 года, в Куйбышеве, так тогда называлось Самара, в честь первого космонавта планеты Юрия Гагарина появилась одноименная улица. Так решил Куйбышевский горосполком и переименовал Черновское шоссе в улицу Юрия Гагарина. Гужевая дорога, впоследствии названная Черновским шоссе, возникла еще в конце 19 века, вскоре после того, как на Самаро-Златоустовской железнодорожной линии появилась станция Безымянка. Имя трассе дал Черновский дачный массив. В конце 60-х годов вдоль улицы Гагарина развернулось крупное жилое строительство. Всего лишь за 10 лет на территории бывших пустырей возникло несколько современных микрорайонов. Ежегодно 15 апреля во многих странах отмечают Международный день культуры, а еще сегодня день экологических знаний. Поздравление с днем рождения сегодня принимает художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра Самарской филармонии, народный артист Российской Федерации Михаил Щербаков. В народном календаре сегодня тит ледолом. В народе этот день называли без хлебицей. Запасы зерна заканчивались, люди начинали перебиваться с хлеба на квас. По этому поводу даже говорили. Было когда-то всякого жито по лопате, а сейчас дожили, ножки съежили. Следили на титу и за птицами. Если закричит перепел, будет много хлеба и много травы. Этими другими многими событиями и фактами запомнился 15 день апреля. Всего вам самого наилучшего!